МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позиция подбирала документ резкой критики, подчеркивая непрозрачность проекта, вынесенного на утверждение. Так депутат Петерис Залбе, голосовавший против, пояснил. В бюджете расписаны запланированные сметы по сферам, но на что именно пойдут эти деньги, даже мне, как народному избраннику, не посчитали нужным пояснить. На сегодняшний день, почему я голосовал против, потому что я не видел ни одной сметы, в которой были бы какие-нибудь подтверждающие цифры затраты тех или иных учреждений. Его коллега по оппозиции Иннара Островская была не столь категорична. В проекте немало и положительных моментов, но недоработки налицо. В частности, в период глубокого кризиса здравоохранения, самоуправление нашло возможность поддержать только Центр спортивной медицины. Зато огромные суммы предусмотрены на маркетинговые цели, презентации, поездки, участие в выставках. У нас очень много таких проектов, как марка Ротко 250, для города 250, полмиллиона туда-сюда. Вообще бюджет не раскрыт, мне очень трудно было рассмотреть то, что мне сегодня сказали, что вы сегодня могли зайти посмотреть. Извините, бюджет – это серьезный документ, который принимается на год. Я должна была бюджет получить хотя бы неделю назад, чтобы его рассмотреть. А я думала, что такой, как бюджет, нужно было рассмотреть и изгледить и Басункоуту Роскомитой, что, между прочим, не смотрели, или пригласить всех депутатов в данную финансовую комиссию. В процессе голосования неожиданности не произошло. Бюджет Дагупился был утвержден подавляющим большинством, и теперь на спорные вопросы даст ответ лишь перспектива. Сегодня же депутаты приняли еще два документа, на сей раз скорее из области общественных отношений. Во-первых, уполномочили председателя Думы подписать договор о намерениях с немецким городом Магдебургом. Стороны намерены развивать связи в сферах от экономики с торговлей до культуры и спорта. Довольно любопытный меморандум самоуправления заключит с обществом равные возможности для всех. Последние выступают в странах Балтии посредником при заключении соглашений с партнерами территории бывшего СНГ, в данном случае – Республикой Казахстан. Левия Янковская, курирующая проект, объяснила ситуацию. Еще учитывая законодательство Латвии, нам проще заключать договора с теми организациями, которые находятся в Латвии, нежели с теми, которые находятся в государствах другого региона. И поэтому было принято такое решение. Была создана рабочая группа приказом мэра. Эта рабочая группа работала в течение двух месяцев. Мы изучили все возможности, потенциальные направления. Как мы говорили, первое и главное направление – это экономика. Второе направление – это транспорт и логистика. И, конечно же, культура, образование, спорт. О финансовых вливаниях речи не идет. Как пояснила вице-мэр, это формальность, но с надеждой на будущее. Продолжение следует...